Добрый день, добрый вечер, доброе утро. Все зависит от того, где вы и в какое время вы смотрите. Но самое главное, Господь, Он там всегда. И Он с нами все время. Бог, Он не с нами просто как воздух. Он с нами и что-то делает всегда. И одно из вещей, что Бог делает, это Он восстанавливает. Слава Господу! Я пастроген Риммадава в эфире «Голос Победы». Что такое восстановитель? Это человек, который, во-первых, помогает тебе понять, что ты что-то потерял. Люди много чего теряют. Теряют себя, теряют радость, теряют мир, теряют покой, теряют цели жизни. Иногда в попытке что-то другое приобрести, мы теряем еще что-то. И потом обнаруживаем, ой, я потерял больше, чем я приобрел. И вот это все в жизни постоянно. Но я радуюсь, потому что Бог, Он великий восстановитель. Он возвращает, Он восстанавливает, Он поднимает, Он дает еще один шанс. Давайте послушаем эту проповедь. Бог имеет много чего сказать вам через нее. Давайте послушаем. Бог великий восстановитель. В жизни, когда мы ходим и живем, мы как человеки, мы теряем много чего. И при том, что интересно, иногда мы что-то теряем, и мы даже не замечаем, что мы что-то потеряли. И когда мы что-то теряем, иногда мы обнаруживаем, что мы потеряли годы после потери. Потому что мы привыкаем к новому состоянию, будучи что-то потеряли, мы привыкли к этому состоянию, и мы не заметили, что мы что-то потеряли. Четвертая книга Царства, шестая глава, Библия говорит с первого стика по седьмой, и сказали сыне пророков Елисею, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану, и возьмем оттуда каждый по одному бревну, и сделаем себе там место для жительства. А он сказал, пойдите, и сказал один, сделай им милость, пойди и ты с рабами твоими. И сказал он, пойду. И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду, и закричал он, и сказал, ах, Господин мой. А он взят был на поддержание. И поэтому Елисей сказал, где он упал? А он сказал ему место, указал ему место, и отрубил он кусок дерева, и бросил туда, и сплыл топор. И сказал он, возьми себе. Он протянул руку свою, и взял его. Этот человек потерял топор. Заметите, они, пророки, потеряли топор, который был главным инструментом для достижения своей цели. Это очень тяжело, когда ты делаешь что-то, и главный инструмент потерян. Второе, они потеряли топор в занятости. Они делали важное дело, правильное дело, разрешенное дело, благословенное дело. Пророк Божий согласился, и все равно потеряли топор в этом процессе. Поэтому, если ты занят Божьим делом, не означает, что ты защищен от потери. Я даже обнаружил, что дьявол особенно любит воровать важные вещи из твоей жизни, из-за занятости в Божьем деле. Особенно, когда ты устаешь. В процессе жизни, когда теряем, основное жизни заканчивается. Поэтому, что мне нравится, это то, что Бог готов и может восстановить потерянное. Библия говорит от Луки 19 глава 10 стих. Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Слово погибших здесь имеется ввиду потеряное. Одна из главных функций Господа Иисуса, это не только спасти, а искать, найти, потому что некоторые прячутся. Их надо найти. и сказать, слушай, тебе нужна помощь. Не надо мне помощи. Надо, иди сюда. Заметите, что Иисус, это Его работа, это Его функция, это то, ради чего Он пришел. Это Его миссия. Скажи да, амин. Вопрос возникает, что мы в жизни теряем? Первое, мы теряем отношения с Богом. Заметите, что если ты потерял отношения с Богом, это дело короткого времени, не просто времени, а короткого. Есть вопросы, которые дело времени, бывает долго, 10-15 лет, а потеря отношения с Богом, это дело короткого времени, когда начинается теряться все остальное. потому что Бог это тот, который помогает нам хранить то, что мы имеем в жизни. Как оно выражается? Первое, теряется то близкое общение с Богом, которое было. Ушло вот способно слышать Его голос. то есть это не то, что эти люди слышали голос каждый раз, но на каком-то уровне, каким-то образом Бог давал им ясность, подсказка, они даже если их спрашивать, Бог тебе говорил, да, как Он говорил, они бы вам не объяснили. Потому что иногда они не могут вам объяснять, но они поняли, что Бог сказал. Чувствительность к Богу потеряна. молитва и слово потеряна. Даяние потеряны. Активность в церкви потеряна. Рвение по Дому Божьему потеряно. Теперь все вошло в такую логику, которая используется во время голода в стране. Второе, мы бываем теряем отношения с людьми. Многие люди теряют отношения с семьей своей, они бывают теряют отношения с мужем, с женой, с детьми, с друзьями, с пасторами, с нужными людьми в жизни. Третье, не только людей мы теряем, люди теряют свое видение в жизни. Это ради чего я живу, для чего я живу, теряют. Люди теряют к чему я, куда я иду, и кто я в конце концов. Когда человек теряет свое видение, ради чего он живет, жизнь становится серой. Четвертое, люди не только теряют видение свое, люди теряют и материальное имущество, это деньги, это дома, квартиры, машины, работа, бизнес, здоровье, одежда, много чего теряют. Пятое, иногда мы теряем, когда много потери, то теряем Бога, отношения с Богом он есть, но мы теряем людей, теряем имущество в конечном итоге мы можем потерять самих себя. Когда человек теряет себя, есть несколько вещей, которые мы можем замечать, что человек потерял себя. От Луки 14 глава 34-35 стих Библия говорит, соль добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Не в землю ли навоз не годится, вон выбрасывается, выбрасывает ее, кто имеет участь слышит, да слышит. Что такое потерять себя? Это когда ты потерял твою соленость, твою полезность, эффективность в жизни потеряна. Руф 1 глава 11 по 13 стих. Но Эмин же сказала, возвратитесь дочери моей, зачем вам идти со мной, разве еще есть у меня сыновья в моем дереве, которые были бы вам мужьями. Возвратитесь дочери моей, пойдите ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я сказала есть мне еще надежда, и даже если бы я всю ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать пока они выросли вы, можно ли вам медлить и не выходить замуж, нет дочери моей, я весьма сокрушаюсь о вас ибо рука Господня постиг для меня. Второй признак, что ты потерял себя, это когда ты потерял время и возможностей. Это то, что было у Ноэми. Она говорит, выходи от меня сыновей, а я уже не могу рожать, я уже стараюсь, я уже даже если бы сегодня уже время не позволяет. Самое радостное во всем этом, Бог восстановитель. Вопрос возникает, пастор Генри, как мы теряем? Потому что когда мы поймем, как мы теряем, это помогает нам найти метод восстановления. Первое, основной метод. Дьявол ничего нового не придумывает. Дьявол всегда берет, копирует то, что Бог делает, извращает и делает наоборот. Когда Бог хочет поднять тебя, благословить тебя, что-то доброе делать в твою жизнь, Бог всегда приводит твою дорогу человека. Но дьявол, когда хочет тебя разрушить, когда хочет что-то украсть у тебя, дьявол нового не придумывает. Он тоже приводит человека. Плохие люди от дьявола не способны приклеиться к нашей жизни, кроме первой, в моменте, когда у меня внутреннее состояние, падшее состояние, когда у меня были обиды, когда у меня были раны, когда у меня была горечь, когда у меня было недовольство, когда у меня было чувство мести, когда у меня было непрощение, когда у меня было неверие, компромиссы И так дальше. Дьявол может приклеить своих людей, когда у меня есть такие ощущения внутри. Когда их нету, я их не восприму. Вторая причина, почему мы теряем то, что мы теряем, это недостатка знания, правильного разумения и глубина, которой надо в понимании. Когда человек не имеет знания достаточно или правильного разумения, он может знать факты, но как их понимать не умеет. Или он умеет, но глубина понимания ограничена. Такой человек может легко быть использованы или у него украсть легко. Вы знаете, как написано в Евангелии от Матфея 13 глава? Четвертый по седьмой стих. Библия говорит, и когда он сеял, иной упал при дороге, налетели птицы и поклевали то. А иной упал вместо камени стоя, и там не была глубокая земля, и поэтому зашло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иной упал в тернии, выросло, терния заглушила его. Иисус объясняет это, он говорит, с 19 стиха, он говорит, ко всякому слушающему слово у царства, и неразумеющий приходит люкавый и похищает посеянное в сердце его. Отсутствие знания, отсутствие понимания, или отсутствие глубины сделать тебя легкой добычей, у тебя забрать. И третий, последний, как мы теряем ослепление. Ослепление бывает из-за боли. Боль способна ослепить человека. Не видит. Если ты много чего знаешь, ты умный, все разумеешь, как сделать, чтобы ты был неэффективным? Ослепить тебя, чтобы ты не видел. Все есть, у тебя все есть. Главное, чтобы ты не видел. Важно учиться избегать ослепления. Поэтому Библия говорит, трезвитесь и бодрствуйте. Главный вопрос. Как вернуть потерянное? Для того, чтобы возвращать потерянное, любое, что ты потерял в жизни, Откровение 2, 4 и 5. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе, сдвину светильник твой с места его, если не покайся. Первое. Важно заметить, что оказывается, чтобы вернуть потерянное, надо вспомнить. Мне нравится, как Бог говорит. Бог не говорил, что ты потерял, ты потерял первую любовь. Бог сказал, ты оставил. В большинстве вещей, что мы так называемые потеряли, мы не потеряли, мы оставили. Вспомни означает, что надо вспомнить или перечислять, что же я потерял в жизни. Что? Второе. Это означает, что нужно понимать и соглашаться, что чего-то нет. А некоторые люди лучше умереть, чем признать какую-нибудь свою ошибку. И точно умрут. Это 100%. В этой жизни мы живем в Божьей благодати. Какое? Ты обнаружил проблему, беги, все открой, как есть. Но если ты из тех, которые лучше умрут, чем точно умрешь. При этом не потому, что благодати Божьей нет. При этом не потому, что Бог не готов тебе помочь. А просто твое лицо важнее, чем где ты проведешь вечность. Это всегда борьба, которую если ты не победишь, ты пойдешь в ад, сохраняя лицо. Это же написано в Библии. Какая польза приобрести весь мир, а душу свою погубить. Если мы не вспоминаем, не возвращаемся, не видим нужду в это, мы не сможем вернуть. Второе. Если мы хотим вернуть, иди к Богу. Он источник. Скажите, Бог источник. Скажите, Он восстановитель. Матфея 1 глава, с 1 стиха, 1, 5, 6 стих. Мы встречаем Родословие Господа Иисуса. Написано, Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Аврамова. Ого! Это громкий список. Смотрите, что написано? Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Овида от Руфи. Овид родил Иесия. 9 стих. Иесия родил царя Давида или Дилище стой. Царь Давид родил Соломона от бывшей Заурии. Список это мне так нравится. Там есть одна личность. Раф. Рахав. Раз по разным ее называют. Рахав. Она чуть ли не важнее Девы Марии. Она среди царицы важнейшей великих женщин в истории человечества, когда закончится все, она будет стоять вместе с ними. Но она такая великая не сразу она была. Как она стала великой? Чтобы вы поняли. Иисус Новин 2 глава 1 4 9 стих. И послал Иисус сын Новин из Сетима двух соглада Таев тайно и сказал пойдите смотрите землю и Иерхон два юноши пошли и пришли в дом блюдницы которые имя Раав и остались ночевать там. Но женщина взяла двух человек от тех искрила их и сказала точно приходили ко мне люди но я не знала откуда они она врет вообще да? ну это образ есть 9 стих и сказала им я знаю что господ отдал землю сию вам она читает библию ибо вы навели на нас ужас и все жители земли сей пришли от вас в робость этот человек женщина блудница начинает говорить бог ваш с вами когда ваш бог даст вам этот город клинитесь мне что вы не убьете меня и мою семью раав великая женщина но сначала когда мы ее встречаем она потеряна она потеряла себя потеряла видение для чего я живу поэтому она блудница не потому что она по натуре блудница по натуре она другая по натуре она стойкая женщина но она настолько себя потеряла что дьявол смог сунуть замену в ее жизни с целью забрать ее в ад но повезло в ее дом попали помазанники двое и она решила вау ха-ха я не отпущу я сегодня перехожу из потерянной женщины в найденную решение она приняла если хочешь восстановить потерянную блудница она не была блудница это была великая женщина но когда она себя потеряла она стала блудницей атмосфера ее потому что она была блудницей это все время люди ожидали от нее вот это она уже и сама себя уже вообще как бы списала с жизни и вдруг Бог к ней пришел через этих людей найди Бога Он источник восстановления в нем решение всех вопросов в нем слава Господу я вот смотрю на свою жизнь если бы Бог не восстанавливал меня в разных направлениях то сегодня бы я здесь не стоял но потому что Бог восстанавливал везде то я разочарован в людях то я уже не хочу молиться то я как-то не хочу служить то что-то мне говорили я расстроился и Бог каждый раз меня восстанавливал заметите что нет то никого на этой земле кого Бог бы не мог восстановить надо ему доверять но он не просто восстанавливает естественными путями он творит чудеса и вот заметите много людей получили восстановление своего здоровья через силу Божию я хочу чтобы мы с вами посмотрели на эти свидетельства людей которые получили полного восстановления здоровья это называется чудо исцеления давайте посмотрим церковь Победа место для всей семьи где каждый может услышать Слово Божье и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем научиться строить правильные отношения с Господом и другими людьми получить исцеление души и тела а также восстановление семьи у Анны Васильевны на протяжении пяти лет из-за четырех грыж в спине она не могла наклоняться и сгибаться а сейчас боль полностью ушла со спины и она может наклоняться у вас была у вас была грижа у вас была грижа в спине так четыре грижа даже четыре грижа так четыре из-за этого вы не могли что ничего не сгинаться не рубить а сейчас слава Богу это значит Бог четыре грижи убрал церковь дать аплодисмент Господу за его милости тоже благодарим тебя пусть вас Бога обильно благословит софия на протяжении трех лет не могла подниматься на носочки из-за того что у нее была сильная боль в спине из-за сколиоза сейчас она может спокойно подниматься и нету никакой боли в спине как тебя зовут софия софия сколько лет ты не могла это делать ну роки в три у меня была боль и когда я сегодня стояла в группе я привет ну виталась с людьми и у меня была очень сильная боль фрепти я не могла уже ни сидеть ни стоять и у меня нет абсолютно никакой боли сделай так еще раз и ничего дай аплодисмент Господу за это Боже благослови пройди сюда пожалуйста Боже благослови его имя Иисуса Василий год назад подорвал спину и желудок ему больно было нагибаться и сидеть сейчас боль полностью ушла сколько тебе лет мне 14 будет 15 будет 15 а чем как ты подорвал себе спину я работал на работе и очень тяжелый поднимал 14 лет ты работаешь на работе хорошо сейчас ты можешь показать слава еще раз не хрустит в спине раньше ну я не мог даже нагнуться рано вставал мне надо делать массаж или что чтобы меня здесь не болело у меня здесь в глазах темнело а сейчас сейчас нет это дело когда ты вставал утром и утром и везде так и везде еще раз сделай слава богу слава спасителя я хочу помолиться с тобой потому что начало восстановления нужно восстановление души к богу прийти если ты желаешь это скажи со мной отец небесный прости меня все мои грехи господь иисус войди в мое сердце будь моим господом и спасителем во имя иисуса амин если ты помолился эту молитву искренне господь простил и восстановил тебя в отношении к с ним теперь давай будем молиться за восстановление всего остального если ты болеешь в теле возложи рук там где болит в теле или жизни твоя нуждается восстановление то возложи рук на сердце господь я благодарю тебя за твою силу который восстанавливает ты бог восстановитель поэтому я молюсь сегодня за восстановление семьи за восстановление в бизнесе за восстановление в работе за восстановление в здоровье за восстановление память за восстановление в учебе за восстановление мечты, за восстановление всего, что потеряно. Там, где человек себя потерял, пусть придет восстановление. Радость потеряна, полное восстановление. Благодарю Тебя, Господь, за Твое чудо, действенную силу, которая восстанавливает все во имя Иисуса. Амин. Пусть Вас Бог благословит. Мы Вас очень любим. Напишите нам, скажите, что Бог сделал. Скажите Ваши нужды, мы помолимся вместе с Вами. Мы Вас любим, и Господь Иисус любит Вас.